Красота для Красненького Скульптура святого тоже его работа. Вокруг нее ангелы и цветочная клумба. Отцу помогает сын. Вместе все мастерят. Папе приснилось, что должна стоять вот такая скульптура Николая Чудотворец и возле него дети. Рядом с нашей церковью еще и школа, поэтому оно тематически связано. Создать красоту своими руками – эта идея объединила всех жителей села. Решили отреставрировать церковь. Сейчас утепляют фасад. Наравне со всеми работает и отец Сергий. Храм будет небесно-голубой, а центральную стену украсит барельеф – Успение Пресвятой Богородицы. Будут еще доделаны террасы, посажены цветы, туи, может еще какие-то декоративные деревья. Сами стены церкви будут утеплены, штукатурены. На восточной стороне будет сделано вознесение Божьей Матери. На южной стороне, возможно, будет тайная вечеря. Но мы над этим еще думаем. Еще с батюшкой нашим посоветуемся, что он хочет сделать. И рассчитываем, что вместо притвора будет сделана полноценная колокольня. В Красненьком ждут туристов. Скоро здесь появится и сказочный парк. ММЗ помог с техникой, чтобы выкопать фундамент. За моей спиной видна куча земли. Она будет превращена в чудо-юдо-рыбокит. Ну и дальше наши русские сказки, украинские, молдавские. Будут и спортивные детские площадки, может быть скалодром или скейт-парк. Будут обстроены дорожки, пешеходные, может быть велосипедные. Беседки будут. Собственно, на самом чудо-юде будет беседка. Там будут посажены березы. Чудо-юдо будет обтекать речка, а перед ним появится небольшое озеро. В плане и реконструкция мостиков. Один из них будет в виде водяной мельницы. Второй – сказочный. Мост, который ведет на стадион, он будет сделан в виде избушки на курьих ножках. Чтобы наполнить наш пруд, будет сделана небольшая дамба. Там будет перекат, и там осетр, лосось, может какие-то другие рыбы будут преодолевать перекат. Рядом с ними будет конек-горбунок, который спугнул жар-птицу, и Иван-Царевич, который ее уже поймал за перо. К «Красненькому» помогают местные депутаты, аграрии и просто неравнодушные люди. Лесничество выделяют саженцы. А в прошлом году по госпрограмме в селе провели санацию реки. К нам каждое утро прилетает цапля и еще четыре аиста. Они заходят в воду и завтракают. После санации речки житель села Ивановки обещал подарить нам пару лебедей. Для того, чтобы дети учились лучшему, чтобы жизнь была лучше, и чтобы в селе люди относились друг к другу так, как относятся лебеди друг к другу, чтобы среди жителей села была лебединая верность. Также здесь хотят вскрыть родники и украсить камнем, чтобы любой путник мог напиться живой воды. Мастера подадут документы на президентский грант. Село надеется на помощь, чтобы воплотить в жизнь все грандиозные мечты.